Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 28 сентября, день Никиты по прозвищу Гусятник. Сегодня почитают память святого Никиты Годского. Он жил недалеко от Дуная. Приняв христианство, Никита сразу начал проповедовать среди своих соплеменников Готов. Это не понравилось царю Атанариху. Язычники схватили Никиту и стали заставлять его отречься от веры, но он отказался это сделать. Решили сжечь, но огонь его не тронул. Впоследствии его все равно замучили, а его мощи были перенесены в Константинополь. В народе сегодняшний день называли по-разному. Гусаря, день Никиты, гусепролета, день гусятника и даже репорез. Оказывается, только сейчас начинали резать репу и готовить из нее различные блюда. Также сегодня начинали забивать птицу, в том числе и гусей на мясо. Это также дало свое название. А дикие гуси улетают сегодня в теплые края. И охотники выходили на последнюю охоту в этом году на дикие гуси. Естественно, главным блюдом в этот день был печеный гусь. Среди наших предков была распространена традиция задабривать водяного. Для этого в водоем бросали гуся без головы. Саму голову относили домой, так как она предназначалась для домового. Сегодня начинали сбор репы. Из нее готовили множество различных блюд. Варили, парили, ели в сыром виде. Делали из нее и кашу. С этого дня начинают стричь овец. Приметы. Дикие гуси летят на юг, скоро будут похолодания. Если гусь стоит над лужей, подняв одну ногу, это к морозу. Гусь получится в воде, ожидая потепления. Гуси часто садятся на землю, а скворцы не собираются улетать на юг. Осень будет сухой и теплой. Доброе здоровье. У нас сегодня в гостях ведущая Таня Ларич. Здравствуйте. Доброе здоровье. Очень рада вас видеть. Прочла я в вашей книге «Лечебное и раздельное питание» очень интересную заметку про народ хунза. Так вдохновилась, что решила к вам прийти и поделиться своим творческим решением одного рецепта. В детстве, в пионерском, в далеком пионерском детстве, что мы делали? Мы делали такой десерт, назывался клубнички. На мясорубке вафли артек проворачивали. Получался фарш. Из них лепили форму клубничек. Из вафель. Обмакивали в свекольный сок, а дальше в сахар. И в холодильник на какое-то время. И встаешь, ну если вечером делаешь, утром у тебя прям клубнички, и все это так вкусно. А я прочла, думаю, Таня, какие вафли. У Геннадия Петровича Малахова есть же шикарная пророщенная пшеница. Вот она какая. Вот она. И потом я видела в целебной кулинарии котлетки из проросшей пшеницы. Думаю, так давайте же сделаем фарш из него и сделаем питательные эти клубнички. Давайте сделаем эти клубнички и, будем говорить, используем их в нашем питании. И пока ты будешь что-то готовить, или я буду готовить... Надо сделать фарш. Фарш. Про хунзу обязательно расскажите. Я даже потом залезла в интернет, посмотрела, где этот хунт заживет, народ оказывается на территории современного Пакистана. Удивительные, конечно, люди, но Геннадий Петрович лучше расскажет. Как они от белка отказались, я не совсем понимаю. Они же в горах, там бараны должны быть. Действительно, но там бараны слишком маленькие. Значит, я немножечко хочу, как бы сказать, чуть отступить, чтобы все было понятно. Дело в том, что современную науку, диетологию двигали, конечно, врачи, которые изучали науку. И получалось так, что они сами болели. И так получилось с Говардом Хеймом, это американским врачом, который еще в 19 веке заболел. 41-й год ему исполнился, и он заболел. Гломеролонефрит с высоким кровяным давлением. Обратился, естественно, к своим коллегам-врачам, и они ему сказали, слушай, а ты знаешь, ты боли неизлечима, и поэтому мы ничего не можем тебе сделать. И вот тогда он начал, естественно, искать умирательных учеников. Конечно, конечно. И нашел доклад другого ученого, британского врача, полковника Мак Гаррисона, который рассказывал о народе Хунза. И вот этот народ, откуда он взялся? Это, значит, где-то в Пакистане имеется такая долина, в которой особый климат, и там ничего не растет. В основном только абрикосы, вот говорят, овцы там очень маленькие, то есть коровы там как овцы, там что-то там... А овцы как собаки? А овцы там еще как кошки, ну, очень бедные, они живут бедно. Значит, питания особо никакого нет. Рацион, ну, как бы мало разнообразный. И в основном абрикосы, что самое интересное. И там существует такая пословица, что, значит, женщина из народа Хунза не пойдет туда за милым своим, где нет абрикосов. То есть одно это у них из таких блюд, это, значит, вот, будем говорить, питание там абрикосами, сушеным и так далее, и так далее. Значит, живут они там в проголодь, практически мало чем болеют. В основном они у костра там бывают, и то глаза у них там слезятся от дыма, то еще. И якобы, якобы, значит, там говорится, что они живут до 120 лет, а женщины до 90 лет еще кормят... Грудью? Да, грудью. Ну, вот, примерно, смотрите, описывается так, что 32-тысячное население этого рая не знает болезни, средняя предложительность 120 лет. 28-е лунные сутки. Ввиду того, что энергетика этих лунных суток очень благоприятна и гармонична, ее олицетворяют с лотосом. Сегодня поддерживайте у себя приподнятое возвышенное настроение. А чтобы удержаться на волне гармонии и благости, которую несет этот день, контролируйте свои эмоции. Обязательно сделайте себе праздничный обед из красивой, вкусной и легко перевариваемой пищи. Не следует сегодня тяжело физически трудиться. Все должно идти легко и радостно, доставлять удовольствие и не нарушать гармонии окружающего вас мира. Сегодня снятся вещи и сны. Отнеститесь ко всему, что вам приснится серьезно. Ведь сны, как говорили древние мудрецы, это послание нам из будущего. 29-й лунные сутки. Энергетика этих суток крайне неблагоприятна. Поэтому ее ассоциируют с чудовищем морских глубин, осьминогом. И все это происходит потому, что волнение океанических вод и жидкость организма влияет на наши психологические и жизненные процессы, внося в них разлад. Чтобы противостоять этому и помочь организму пережить эти сутки, рекомендуется соблюдать во всем ограничения, физическое нагрузки, питание, воздержаться даже от интимной близости. Это же касается и общения с людьми. Сторонитесь всех, кому вы чувствуете антипатию и недоверие. Подсознание подсказывает нам, что это не наши люди. Так, зачем с ними общаться? Сегодня подводите итоги, как вы прожили этот лунный месяц. Первые лунные сутки. Первые лунные сутки, подобные светильнику в ночи, указывают путь. Маленький жизненный цикл, которым руководит Луна, начался. И вместе с его началом смело стройте свои планы, мечтайте. Энергетика лунного цикла поможет вам в их воплощении. Так как в это время активна голова, то не следует задурманивать ее алкоголем. Также воздержитесь от специй. Они излишне перестимулируют и этим нанесут вред. Вообще, еще продолжаются высокие приливы, оказывающие повышенную нагрузку на организм. Поэтому это время проведите спокойно и умеренно во все. Что касается очистительных процедур, там можно промывать лобные и каймеровые пазуки. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!